Сегодня в Адриуме библиотеки иностранной литературы в Москве собрались те, кому не безразлично творчество гениального прозаика. Здесь вспоминали об Айтматове друге, отце и братье. О простоте души столь непростого человека. Мы была семья Ганимая, и мы искали пути становления, и для нас это было очень большой радостью, мы хотели видеть, мы хотели как-то выйти из этого положения. И мы, естественно, радовались каждому его шагу, каждому его успеху. А потом уже мы радовались тому, что он писал свои произведения, и с каждым разом чувствовалось все лучше и лучше, выше и выше. И мы, естественно, следили за этим, но опять же он никогда не проявлял, не говорил об этом, но мы как бы чувствовали и радовались его произведениям. Лучшее для сестры писателя – это первый роман Айтматова «И дольше века длится день». Это произведение в чем-то автобиографическое. Оно как зеркало, в котором отражается жизнь семьи писателя, судьба его отца и матери. Памятник Айтматову – это исключительно меценатский проект. Состоятельная уроженка Киргизии Эмилия Тугельбай пожертвовала на создание скульптуры 13 тысяч долларов из собственного кармана. Как часто бывает в таких случаях государству, что российскому, что киргизскому. О памяти, которая вроде как священна, думать оказалось недосуг. Любители Айтматова, помните о том, этот писатель писал о том, пафосно писал о том, что такое, что значит быть человеком, а не мангуртом. Этого Айтматова слепили по блату, в посольстве не скрывают. Создание скульптуры обошлось в копейки. Лично знакомый с писателем скульптор Георгий Франгулян согласился увековечить литератора почти что за даром. 1999 год. Брюссель. Я открываю памятник Пушкину. Большой сбор гостей, все послы, в том числе Чингис Айтматов, который там и был в этой должности. И представлял все Среднеазиатские республики одновременно. Вот. И мы с ним там познакомились, общались. Вот. Я выслушивал комплименты, потому как ему очень понравился мой Пушкин. Мне это было, как вы догадываетесь, приятно. И мы пили красное французское вино за мой памятник, за Пушкина, за литературу. Вот. И я, конечно, не предполагал, что мне придется работать когда-то над образом этого замечательного человека. Образ замечательного человека можно проследить и на фотовыставке Александра Федорова, открывшейся здесь же при библиотеке. 40 работ, рассказывающие о жизни писателя-космополита. В сельхозинституте, лаборатории с детьми. Вот здесь он верхом на коне на съемочной площадке Белого парохода. Писатель лично консультировал режиссеров, которые экранизировали его романы. И вот среди простых людей. Это какой-то перерыв, когда люди уже отдыхали, это не съемки. И вот они встречаются со своим любимым писателем, насколько он прост, насколько он доступен ему. Он со всеми здоровается, он всех обнимает, он каждому находит какое-то слово. Открытие памятника – старт цепочки юбилейных мероприятий. На днях библиотеки будет ретроспектива художественных фильмов. Пройдут литературные вечера и читальзийские конференции.